приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами заканчиваем мини-серию из трех роликов о боге любви первый ролик был и ан богослов апостол любви о боге любви что бог есть свет нет ни в нем никакой тьмы второе видео я записал и посмотрели это апостол иаков о боге любви который не искушается злом сам и не искушает никого и всякое даяние добрый всякий дар совершенный исход исходит как раз от бога ну и сегодня третье видео ради которого я записал эту мини-серию на самом деле мне хотелось поделиться этими записями моими я их когда-то озвучивал у меня есть там еще старый канал я там выкладывал но даже не со своей озвучкой а там взятая с православного сайта как-то записи этом нарезочки сделала но сам и сделал из того что он собирал по поводу этого антония великого и просто почему я сделал серию трех из трех видео конечно же можно было бы просто удовлетвориться вот как я вам уже в принципе произнес теми известными всеми стихами вот эти мыслями мыслями истины да о том что бог и свет нет никакой тьмы что он есть любовь и пребывающий в любви пребывает в боге не любящий не познал бога если бог если будь то мы должны любить друг друга что бог не искушает злом никого ибо сам не искушается этим злом до что всякое да все что доброе это исходит от бога все что зло исходит от человека ибо он обольщается сам своим собственной похотью на зло да можно было просто вам все это сказать и в контексте этих мыслей почитать вот эти вот там творение так называемым антони великого но я записал поэтому два ролика очень крупных как вы видели больше часа каждый и сегодня возможно этот ролик тоже не знаю сколько он длинный получится если уж совсем затянется потому что тут мы будем читать намного больше чем в предыдущих видео потому что послание всем известное я не стал им уделять так много внимания заново целиком все перечитывая то антони великого хотят тоже выборки мои личные когда сам их делал еще когда практиковал православие вот то конечно же это вы вырезка но симфония есть такое понятие да то есть ну так все что лучше это там насобирала избранные вот но и все равно получается достаточно много и поэтому несколько долго затянется если это будет совсем долго я сам устану прервемся и возможно получится просто два видео ну а если в один вложимся семья сил хватит и по времени это будет не на пять часов то закончим одним видео об антоне великом кратко скажу что это некий святой ортодоксальный так называем церкви как он тогда назывался хотя название в общем-то и предано уже последующими так называемыми церковной организации псевдо христианские да по после всех тех соборов после того как так называемый христиан становится министерством византийской империи до подвластным вот он жил до еще этих событий но там жил в третьем веке ну якобы да там на рубеже второго третьих веков очень известный святой монах его жизни учению я часть тоже подражал все что соответствовало истине жизни учения иисуса христа новому завету его житие и письма я даже записал уже со своим но таким же чтением со своим видео с текстами на экране со мной на экране на канале христолюб чтение библейных писаний у меня есть кому интересно кого может где-то заинтересует это часть моей жизни можете почитать послушать кому интересно антони великий житие и письма к монахам я записал и вот сегодня ну жизнь его и письма мне очень нравились да то есть я говорю они соответствовали достаточно большой степени евангелию и все мне это близко ложилась и его эти мысли тоже не остались без без отпечатков на моей на моей жизни мы с вами сейчас все это почитаем конечно же все это я буду просто я вам не зря себе напомнил опять все эти основные мысли до боги любви его бесстрасти так назовем вы будете видеть отголоски плюс евангелие будем не раз вспоминать поэтому будем читать все так скажем с комментариями конечно же да две выборки это из писем монах а потом очень тоже мне очень нравилось мне вообще все что ему приписывали твари нравится есть такое наставление доброй и нравственности и святой жизни вот ну там их тоже кто-то на пункты поделил как ведь у меня на экране все это есть пунктами вы можете обратиться так называемым оригинальным источником с любых сайтов какие вам близко к душе кто-то кому-то почему не хотел записать это ну чтобы знаете может быть о библии кто-то тоже устает одно и то же да и как иисус говорил что книжник да человек изучающий читающий думающий смотрящий видящий научное царство небесному то есть истине то есть любви вечной жизни и свободе он из всего если своей прошлой жизни всех своих прошлых навыков и знаний и и новых получаемых извлечет пользу да как мудрый книжник и все это направит на благо именно поэтому я вам тоже все это записываю в первую или не в первую очередь и для тех кто никогда с этим не сталкивался да только на одной библии замкнулся будет тоже думаю не безинтересно не без по познавательной и не люба не безлюбопытно посмотреть что люди то что слов у нас много и образов и речей и действительно у антони велик тоже очень красивые такие мудрые обороты я много взял на вооружение в своих речах вы можете сейчас узнаете что я тоже это всегда часто говорил употреблял его называли богомудрой пчелой потому что он ходил по разным учителям и набирался и брала всяк всяк самое лучшее это в нем помню тоже мне понравилось и я сам так по жизни делал еще и до покаяния и когда это в нем увидел увидел родную душу может быть это я в прошлых воплощениях неизвестно вот но мне это все очень близко ложилось я чувствовал все это родство и поэтому дело тоже самое да поэтому кто знает я ничем в этом плане не пренебрегаю да неважно там истины не принадлежит никому конечно ее может и и изречь кто угодно вот и действительно в антоне очень такие глубокие мысли были я говорю даже неважно не суть действительно существовал человек или нет таков ли он был каким его описываться у нас очень часто любит после смерти до написать все хорошее забыв про все плохое вот но сам факт что это есть мы с вами конкретно будем тексты читать по сути я же не на авторитет давлю да просто рассказываю констатирую факт все что есть кто он есть кто и и и его называет когда вот это не значит совсем согласен хотя я в частности про антони великого можно сказать что действительно по его жизни мне он очень любил до в этом плане считаю что такие люди есть наследники небесного царства по поводу его текстов конечно же в них всегда будет тоже перекликаться как во всей библии даже в речах иисуса и детский разговор и взрослый да и и для новоначальных и для младенца во христе и для уже постейших да и для совершеннолетних достигших возраста христова поэтому тоже очень важно и на это тоже буду обращивание тем более мы же будем скакать по пунктам и из этого в частности наставление тут из писем всего одно место будет из одного письма из шестого письма все остальное будет вот из этого наставления добрые нравственности святой жизни и там конечно я выбрал именно пункты относящиеся до конкретно наши вопросы я давно эту симфонию собрал она у меня была еще первый сайт я свой сделал под названием истина посвященный тогда православному учению вот сайт из публичного доступа уже скрыт давно но его нету но он у меня на жестком месте могу открыть вот я помню даже на у меня как хранилище вот этих моих тоже ведь я даже кое-что решил оттуда взять заново да ну достаточно 10 минут у меня всегда длинные предисловия люди проповеди такие пишут давайте мы с вами уже начнем читать из письма номер шестого ну как я вам говорю тоже это тоже немножко выдержки выдержан вы дернуты из может быть общего контекста да это из письма целого надо понимать всегда да ну я на праве того что я с жизнеучением антони велик как себя хорошо знаком себе такое право даю да потому что я буду как раз именно тоже его речи вкладывать да и знаете сам-то я живу по принципу как и другим проповедую и в общем-то это еще от христа и от истины все идет что да на самом деле действительно мы в ответе за то что мы говорим но не в ответе за то как нас понимают здесь тоже самое вы знаете дело в том что даже когда мы кого-то цитирую мы конечно можем его на свою сторону притягте якобы вот же мы читаем да но все что вы потом говорить одно дело все что прочитали просто вслух и я поэтому сам от этого не отрекаюсь и другим говорю но все что ты сказал после одно дело 100 молчаливо передал да ну в принципе ты передал и передал но если хоть слово свое сказал пусть даже букву одну или слова я да все рот только открыл это уже твое это тоже важно понимать поэтому неважно и вы знаете вот и библию цитирует каждый первый христианин и каждый первый проповедник и мы видим насколько все разнятся как мы всегда я сам так говорю что знаете у христа бы глаза на лоб вылезли если бы он увидел что его именем его словами делаются до положением души за человека убивают человека его того же самого апостола павла по спасению по вере которую мы приписали что под этим лозунгом в церкви теперь творится до так называемый вот который постоянно говорил о том что каждый получит должное воздаяние за дела свои добрые то ли злые все и христиане в том числе но при этом все это выкинули на помойку все его мысли оставили удобные вещи где он символенно образно говорил вот о прощении как о спасении вот ну и в общем то я думаю что он сам бы с этими протестантами точно также сейчас бы воевал и спорил бы поэтому делали не в этом я тоже чтобы ни в коем случае давлю на авторитет я читаю кто комментирую вы прекрасно увидите и слышите текст у вас на экране всегда стараюсь сделать чтобы никуда не обращаться кто не верит может проверять пожалуйста ссылки есть прямые вот так естественно все что я говорю я в ответе за свои слова и опять же я уже не в ответе дальше за что вы а то знаете не раз мне даже писали в ответ пишут чего-нибудь вот ты ты договорил ну и естественно выдают свою вариацию как они меня поняли я круто мне вообще не понял я говорил не об этом я не так не так говорила говорил не об этом или боль того я да как бы так говорил как ты процитировал но вы в который ты сделал я хотел донести нет ты мне вообще не понял казалось бы я говорю я говорю об этом а ты понял ровно противоположную вещь которую я пытался обличить это удивительно так бывает едет на собственном опыте изведу вот так вот ну что же давайте приступим к чтению непосредственно антония великого сколько бы ни были велики грехи беззаконного человека они нисколько не нарушают божье блаженство они грехи всегда делают несчастными самого человека и сколько бы ни были велики добродетели человека они нисколько не увеличивают блаженство божьего да и могут ли быть столь велики добродетели человека чтобы он прославлял имя бога соответственно бесконечному его величию чтобы приносил ему почтение служения достойно его святости и благости мне не очень нравится концовка как скажем вывод антони хотя у него я говорю мы вырываем не забывайте и я даже не стал вот это вот обрезать целиком вам такие два предложения то что мы странам правильно доносит мне немножко вот этот вывод не на этом бы надо было концентрацию сделать да ну да ладно мы с вами сделаем точно уж на том чем нужно хотя игру это я вырвал я уже даже честно так как я все давно читал в оригинале все это уже мое прошлое да я уже вам не скажу о чем там все письмо я уже конечно этого честно сказать естественно не помню что же меня такой память феноменальный да чтоб он досконально все что там когда-то прочел читал изучал вот но вот действительно особенности вот это вот убрать что-то так немножко знаете чтобы бывает что-то увидеть очень хорошо мы все отодвигаем берем лупу и смотрим как ученые только вот в микроскоп только вот этот вот вот это вот микро микро микроник рассматриваем какой-то самый микро микро вещь какую не да вот здесь тоже самое давайте еще раз про что сколько бы ни были велики грехи беззаконного человека они нисколько не нарушают божье блаженство они грехи всегда делают несчастными самого человека и сколько бы ни были велики добродетели человека они нисколько не нарушают не увеличивают не увеличивают божьего блаженства мысль гениальная абсолютно истины и соответствует действительности по поводу грехов я об этом говорю постоянно вы знаете почему люди продолжают грешить то что они просто грех грехом не называют вот и все ну или лицемеры в чем обвинял и он притечь еще христа и креститель до шедших к нему таких вот с такими вот настроениями людей в частности там иудеев иисус тем самым занимался да потому что если человек действительно понимать что такое грех грех это зло зло которое я делаю она делает конечно же в объекты и зло как и у любви она делает кого-то несчастным это безусловно так но это зло делает несчастным меня самого или сразу если там еще хоть какой-то свет брежет в человеке уже этим сам обличениями либо потом обязательно закон жизни урок жизни тебе прилетит все в ответку это обязательно и ты все равно станешь несчастным все прилетает все возвращается любой зло настоящее зло настоящие грехи невыдуманные грехи что ты там полотенчиком голову не повязала там или он там борду не отрастил или сбрил да все тут грех или правила не вычитал не причастился и пошло-поехало вот это вот бриятина да это все это все ложные грехи как и ложная праведность да что я там творю иисусова молитвы я там все правила вычитываю я в капище хочу выхожу попу ручки задницу целую это все добродетель который не делает вас святыми речь конечно же это мы сразу в сторону эту блеотину от себя отодвигаем от ничего общего к истине вообще не имеет о грехах здесь антони великий а уж я знаю его житие и все его творения пусть я дословно не помню конечно как я вам сейчас сам признался конечно же не могу всего упомнить но общий дух конечно же да я его знаю очень им тоже увлекался имея полное право его так читать и передавать даже да то действительно это так а грехах он имеет ввиду и вообще не интересовали религиозные бле бредни он жил отшельником там 50 лет в пустыне до его все это вообще никак не интересовал он никогда этому не учил тех кто к нему приходил с вопросами не до не после все его творения там никто не ни слова нет о праздниках православных нужно ли соблюдать да какими перстами в какую сторону креститься куда молиться да по солнцу или против солнца обходить храмы на все эти крестные ходы он этими бреднями вообще не занимался боль то точно также их обличал до антони великого было всегда с сюжет что его слово было и крутилась только вокруг одного мысли добр ты или зол все это все и вся центральная мысль всех его и сам устал стать добрым все его жизни все условно основная центральная мысль это добр ты или зло зол мы сейчас с вами в этом убедимся читая его наставление если добр ты с богом ты зол ты вне бога бог вне тебя вот так вот действительно человек на опыте жизни понимая что возьми любой настоящий грех против как кого-то животного человека природы ангелов бесов как угодно да то есть кому-то кто может чувствовать кто переживает это да это делает тебя несчастным самого более того если ты представишь это все в вечности небесном царстве что будет всегда естественно это будет вечный от вечной муки если представляешь обратное да то ты естественно все понимаешь как все это будет да поэтому это очень важно понимать конечно же здесь у нее есть очень глубокая мысль потому что есть такое мировоззрение что якобы мы там бога обидели нас очень любит прощение у бога просить до грешат против людей на прощение против бога просит и служить богу просит и делать что-то ради бога и не грешить ради бога чего настолько все это ради бога не ради себя самого вот антони великий здесь четко показывает очень правильно что это все нужно тебе самому мне от того что в принципе причем вы поймите человек есть образ и подобие бога в жизни все очень в жизни понятно все каждому без всяких книжек без всяких слов жизнь устроена так бог и как хотите устроена она просто устроена что он просто есть мы все познаем на собственном опыте и и и и и все уроки все мысли жизни мы можем и собственной жизни извлечь и поэтому себя стараюсь привести какие-то бытовые земные примеры слушайте от того что кто-то согрешает там где-то против кого-то я конечно как уже сострадательный человек существо богоподобное да я тоже страдаю если кто-то страдает это очень важно да но это я сострадаю жертве здесь сейчас речь идет о грешнике но грешник который действительно кого-то там мучает убивает мне от этого ни хорошо ни плохо вот реально то что это не против меня направлено уберите заслоните жертву который я не вижу не вижу ее страданий вот есть мучитель я на него смотрю вот он он как бы он злой да он грешит я знаю о том что знаю что он там грешит ну что он же не против меня грешит не меня же он там мучает убивает и грабит до обманывает избивает нет я не испытываю на него то есть мне и я то что он добро какой делать ну хорошо он кому-то помог ну да но я-то нет он не помог я знаю что он кому-то помог я стала этого так скажем счастливее мне ли было доброе дело сделано удовольствие доставлено нет кому-то другому здесь то же самое поэтому это антони великий очень правильные мудрые вещи говорит конечно религиозникам чужды все к сожалению на всех религиозников они все любят бога они все служат богу где иисус где-то просил их служить богу любить богу и даже то что там вырывают одно единственное место где иисус процитировал закон или просил законников процитирует кто и обращался к ним с этим вопросом искушая его сам иисус в свободе слова без вот того эпизода где есть определенный контекст никогда в жизни больше не призывал любить бога он и там не призывал его просто спросили в одном в разных евангелиях мы видим как бы по разному сцены может быть они действительно были неоднократно где его спрашивали какая наибольшая заповедь из закона умы да где-то наоборот он сам сказал как считаешь а ты как думаешь это тот якобы ответил процитировав это не то что процитировал интерпретировал можно сказать весь ветхий завет в такую формулу да сам иисус один раз сказал только на прощальном ужин ученикам что потому все узнают что я люблю богу потому что я люблю его творение до исполняя его заповеди но это я уже речь иисуса растолковываю для неразумных неразумных причем там просто есть контекст он говорил что заповедь новую которая есть древняя даю вам любите друг друга поэтому я уж просто в этот стих вкладываю в исполнении заповедь и и до этого сколько он раз если любите меня сам дает этот формулу если у них любите меня иисус не призывал любить себя вот но если вы любите меня вы будете исполнять мои заповеди она одна единственная любви то же самому потом в другой интерпретации вернее не потом а до этого проповедях и в так называемой 25 главе где о суде он там говорил якобы уже недалеко до своего ареста да и он всегда это просто нам так папа времени там надо записано до что если вы ближнего сотворили мне сотворить то есть другими словами просто сказала одно и то же вот разные образы все вот это вот надо понимать поэтому все добро которое нам нужно она не богу нужно она мне нужно я в прошлых видео про собачку там рассказывал какой угодно образ или человек ты там гладишь да нам самим хочет кого-то погладить когда кошка лежит никого не трогать и этого и погладывая спит лежит но почему ты мне я тянусь ее погладить любовь нужна самому человеку она делает его счастливым поэтому если вы добродетели делаете так скажем становитесь добрее богоподобными поставили себе цель достигнуть совершенства ради чего я не знаю там ради бога как это говорят это все бред вы никуда не дойдете вы либо свалитесь когда-нибудь либо отойдете от этого либо уйдете вообще не туда вы постигнете полноту познания истины станете зрелым и совершенным во христе в богопознании когда вы просто поймете как мы с вами не зря евро я эту серию записал еще раз все по муссолев по иоанну богослову по 1 пославе если вы уверуете в любовь если вы поймете что любовь делает меня самого счастливым если вы проанализируете неважно сколько вам сегодня лет как вы до этого жили грешили или наоборот светили проанализируйте помещу действительно любовь делает меня счастливым и всех вокруг а ненави зло делает меня несчастным вот тогда вы достигнете совершенства тогда вас раскроется бог и полнота все он станет понятно оговорюсь сразу в этом ролике очередной раз что любовь в мире за чем возле на этой земле это не значит что ты всем всем всех грешников гладишь по головке нет точно тоже важно понимать с грешниками разговор короткий ты их обличаешь ты говоришь им правду это очень важно это всем касается и близких и дальних и родственников и неважно это и по мелочам и в крупных вещах то что суть совершенства быть без порока это очень важно ну и давайте дальше читать наставление о доброй красности я говорю я побоюсь что ролик будет можно было бы может быть закончить я большое предисловие но я ролики не особо люблю рвать но что толку разделим на два у кому тяжело в два дня посмотрим давайте я буду писать пока у меня бывает и про сам устаю говорить во рту все пересыхает но 25 минут для меня только начало да я не буду вам цифры называть они все вас на экране я их там тоже кто-то их как-то поделил тоже составители суть неважно я буду просто цитатами зачитывать и комментировать душевные добродетели делают нас достойными вечных благ а самопроизвольные грехи человеческие суть причина вечных мучений ну что ж все по евангели все по новому за это все поистине душевные добродетели добродетели слова добродетели это добро делаю добро добродетель я творю добро я добро почему потому что я есть любовь пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем исполняющие заповеди христовы имеет жизнь вечную я буду вот так цитатками вам всегда набрасывать параллельные места из евангелия да и из апостолов соответствует до самопроизвольные то есть я сам добровольно совершать грехи суть причина вечных мучений не бог кого-то отправляет вечные муки иисус прямо сказал опять то же самое место вам напоминает 25 главу по матфея где он рассказывает о суде над всеми людьми те кто ближнему сотворил мне сотворил кто не творил мне не творил отойдите от меня и встаньте по левую по праву и пойдут сами пойдут эти в жизнь вечную кто чё людям голодного накормил ногово одел до нищему подал за обижаемого заступился эти душевные добродетели твоя святость другими словами делают нас достойными вечных благ не спасение по вере не вера в иисуса христа не православие никто лиц из крестантизм не символ веры не икона почитания не поклонение не чтение библии не даже и чтение святых отцов так называемых как называют а жизнь святая жизнь делает нас достойными вечных благ очень важно а наоборот грешная жизнь сама произвольные грехи суть причина то есть и есть причина вечных мучений что не согласуется с евангелием все и полная противоположность ортодоксии праса католицизма протестантизма до причина вечных мух и вечных благ это святая или грешная жизнь это не вера в иисуса христа вера вообще не добродетель бог ни в кого не верит невозможно стать богоподобным веруя в бога бог не верит в бога представляете бог даже не верит в то что бог есть любовь он просто любовь он делает это это любовь которая вечно пульсирует и что источает всякий дар совершенный помните как вакуум и читали и всякое дело доброе деяние доброе любовь она любит бог в это не верит он этим является стать богоподобным можно не веря в это в то что бог есть то что любовь даже в это представлять я уж молчу про то что там во всякую чепуху в иконке мироточивые или веру в историческую личность иисуса христа что бог якобы любовь когда-то неправильно выразился что якобы бог любовь когда-то воплощался вот я теперь якобы в это историческое событие верю это не делает тебя ближе к богу никаким образом только святая или грешная жизнь это пока лишь информация который как ты воспользуешься неизвестно об этом историческом факте верили и ленин да черт во плоти и карлы и марксы и все кто угодно и и все и вся философская просвещенная европа начинает ее просвещенных основатели философии великих нитши и т.д. и т.п. они все тоже читали все очень хорошо знали только не жили по любви это очень важно эти знания никак тебя не делают святым и не приближают к богу ты не становишься богоподобным бог не есть виновник зла он даровал человеку разум способность элементарно естественному различать добро и зло и самовластия то есть свободу воли свободу выбора это тоже очень важно как видите все время знаете как можно отличить святого человека и правильное писание от лживых очень легко я всегда говорю по трем признакам если в них идет речь о чем о свободе о вечной жизни и о любви о добре как угодно назовите это все об одном до суть люди разные слова в этом плане употребляют но говорят об одном и том же как мы видим мы с вами сейчас читаете наставление антони великому сон только и будем читать все время о вечной жизни любви и о свободе поэтому бог и о чем я в прошлый раз помните видео про якова уже тоже говорю мы там и тему затронули потому что сам плейлист сама эта тема бог есть любовь я не зря и плейлист и страничку на сайте назвал именно бог есть любовь но откуда страдания почему страдания вечные муки все 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 этим все эти антиподные вопросы с этим связаны да то почему тогда вот все в мире здесь очень важно мы сейчас в антоне великого об этом тоже будем много читать бог не есть виновник зла источника зла вообще вообще согласуется с евангелием но за этом да мы с вами не зря все это почитали бог есть свет нет нему какой тьмы бог не скушается злом и не скушает никого он есть податель всякого доброго дела и всякого дара совершенного а а а все зло да все зло все грехи откуда появляется из похоти человеческой самопроизвольную помните мы все это у якова с вами разобрали антони велик все то же самое но только другими словами я в свободе слова тоже чуть меняю переставляю слова по сути всегда говорю об одном этом и том же да он дал даровал человеку разум способность различать добро и зло на всех нас есть какая до шкура собственная больно ай плохо зло приятно ай хорошо единственная как человек каждому дано без всяких библии без всяких книжек сутр коранов это вот ближе к телу собственная шкура сладко уху добро сладко языку добро сладко виду моему очам моим добро сладкий запах добро воняет плохо режет ухо плохо не могу смотреть плохо больно плохо приятно хорошо все это это доступно абсолютно каждому человеку другого выхода нет соответственно чего тебе а мы все одинаковые все в одной шкуре а соответственно что тебе ай больно плохо значит зло и и противоположность ой как приятно хорошо значит добро ты это зло значит точно такой же ты знаешь что такое зло который ты не хотел бы чтоб тебе причиняли не причиняешь другим это что тебе приятно как любому человеку ты делаешь другим вот и все бог не виновник не есть виновник зла он даровал человеку разум способность различать добро и зло и свободу за все в ответе только мы в скорби не говори бог меня искушает буду вам все время напоминать все что мы с вами уже вспомнили в предыдущих видео я на яковну естественно евангелие отнюдь не виновник в них бог по свободному выбору воли демоны сделали злыми равно как и большая часть людей согласуется абсолютно когда мне там вырвут тоже ангелы это служители божий да и они посылаем от бога там из евреев послания вырвут это все я выслушайте если они такие служители то как они палит если они все исполняют то они только служители они ничего сами не как они пали все в стул в ту в ступор становится я горячу тогда покаяться не мог трасс упали нет нет без вот есть такие что чуть такие же на дне ада лежащие на менящиеся христианами или познающим истину одиниться со всеми бесами тоже когда покаяться нет что как все они они не яру что свободу бог у них нет бог может от кого-то вообще отнять свою свободу он ей просто является все что в нас есть и бог он просто есть он не может от этого отречься он не испытывает удовольствие то что да когда уже даже дьявол дениться созреет и любой грешник до покаяния он будет наслаждаться что он да теперь не может покаяться он будет там воду жарить не это все не согласуется с любовью по свободному выбору демоны сделали злыми и естественно по свободному выбору может кто может сделаться злым может сделаться и добро то что ничто есть опять здесь каждое слово важно суть истины в том что есть свобода это свободный выбор невозможно отнять равно как и большая часть людей согласуется с новым заветом конечно ян богослов говорил да что мир лежит во зле во тьме во мраке в грехе это очень важно мне очень часто ты вот любишь все время гиперболизировать на так говорится да все время там процентами кидаться 90-99 но так и есть посмотрите на то кто нас окружает веганы меня ты хоть что-то да что-то там да веганов полно да нас так много да скоро будет веганский мир я вот вокруг себя ни одного вегана не знаю нигде я живу и где бы я не перемещался ни родственниками не друзей не знакомых всех кого знают вот в интернет просто нас соединил и мы там все друг другу знаем 10 человек вот и весь веганский мир это и это крупицы это слезы божьи на лице земли да вообще и истинные люди о всех пониманиях если вообще разговор о совершенстве но даже об этих разностях так скажем любви как веганы там они веганы животных-то любит людей ненавидит так что так что вот так вот поэтому да именно большая часть людей тот с антонием я не поспорю человек благочестиво живущий не попускает злу войти в душу а когда нет души зла тогда она бывает безопасна и невредима над такими душами не злобный демон не случайности не имеют власти бог избавляет их от зол и живут они невредимо хранимы как богободобны похвалит ли только кто такого человека он в себе самом посмеивается над хвалящим его а бесславит ли он сам не защищается перед поносящими его или негодует за то что так говорят они о нем ну по поводу я вам говорю что будет у антония перекликаться разговора высоком до детского озеро от взрослого до детского языка или наоборот от детского до взрослого скакать тем более мы с вами берем эти наставления вырвано да и там они тоже так без особо какой-то мысли там вы стороны не таким больше набросанными до эпизодами вот поэтому что как бы бог избавляет бог ты ты если благочестиво живешь бог тебя избавляет потому что он в тебе в одном стакане горькой сладкая вода не бывает все это очень важно да папа не понимать зло прирожается к естеству как ржавчина к меди и грязнота к телу но как медник не медник произвел ржавчину и не при и и не родители грязноту так не бог произвел зло он даровал человеку совесть и разум чтобы избегал зла зная что она вредна для него и готовит ему муку зло заметьте я на это уже все сказал лишь обращу внимание да не бой не не вера или не вера не формально там покаяние или покаяние или там крокодили слезы под полотенчиком у попика меня в царство небесное отправляет или в ад на вечной муки нет моя жизнь грешная или святая но еще раз это мысль мы с вами в предыдущем ролике об иакове это уже сказали да я об этом тоже я при чтении евангелия все это говорю особенно примере жертвенные подвига иисуса христа распятие на кресте что да особенно когда вы признаете что это бог любовь пришедшего плоти без всякого отца от отец внутри него это он это его сущность это лишь символьный язык как начало родители то образ начала просто образ источника вот источником его этого родителя отца является она женщина любовь это наши мамы и папу которые внутри нас это источник любовь вот и этот это начало но у нас внутри вернее у кого она конечно изначально внутри на кто-то может затмить мы сейчас тоже будем антони читать это очень важно когда вы признаете посмотрите на иисуса на кресте тогда другими глазами если понять что это бог да несмотря на то что он дает силу человеку и даже вообще жизнь саму жизнь а потом еще и здоровье силу вбивать ему руки в руки и ноги гвозди распинай его на кресте перед этим ужасно избив до два раза его как казня можно сказать да то бог то не виновник в этом зла то что бог дал им жизнь дыхание жизни здоровье силы в руки ноги это не знаю что он мазохист и что он виновник и соучастник того зла которые они делают нет бог этого не соучастник это очень важно почему потому что человека есть свобода и свобода и которая реализуется в его выборе между добром и зло и отправляет его соответственно туда наверх или вниз смотря что он выбирает добро или зло так что вот так вот ну и антони хорош примера говорит да не 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 медник там ржавчину произвел да и не где тут его это и не родители грязноту да ну то есть дети если пачкается это же очень это же не они придут этом там рубашку сшили ребенку да но может испачкаться точно так же как немедник произвел ржавчину да уметь дело то что он там ржавеет это же не он делает вот так вот бог независтливый всеведущий и благой сотворив человека самовластным ну со свободным у нее свои словечки это и причем древний язык все говорят на понятном для современности языков особенно когда все переводили поэтому я вам немножко все это на наш язык перевожу самовластным то есть со свободой выбора то есть я сам выбираю моя власть что делать бог как не независтливый все щедрый благой сотворив человека самовластным доставил ему возможность если захочет угождать богу то есть на самом помните до писала что мы но там немножко не угождать было это же я сказал что вот это в письме там у антони читали что наши грехи и добродетели не делают бога более несчастным и счастливым да и поэтому какой смысл тогда ему угождать и грехами мы не угождаем но она об этом говорит и рю просто тоже язык переключается с детского на взрослые вот и все а в концовке мы кстати последний так называемый пункт 150 и которым и будет закончено это мое видео и пропасть там будет как раз прямо говорит что мы не угождаем богу этими вещами но я говорю не будет тоже перекликаться эти мысли вы должны правильно понимать особенно когда читать в полноте это так как я знаю все чтения все 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 творение антони я понимаю что просто смены языка до с детского на взрослым угодно же богу то чтобы в человеке не было зла ибо если люди ну то есть там еще раз да там он только что вроде говорил вообще сами в письме я все собрал в одном месте говорит что это тебе нужно не богу не могут этим угождаешь еще и в конце это почитаем его мысли да но антони говорит просто этот пункт явно детскому возрасту человеку подходит угодно же богу то что в человеке не было зла ибо если люди хвалят хорошие дела и добродетели святой боголюбивой души а дела срамные злы осуждает не тем ли более бог хотящий спасения человеку благо получает человек от бога как благого а злу подвергается человек сам от себя отсущим в нем зла от похоти и нечувствия ну тут что добавить еще раз только напомню мысль иакова какое что не говори в искушении бог меня искушает ну или страданий взлев каком-то бог не искушается злом сам не искушает никого а всякое даяние добрый искушать всех собственной похотью обращаясь ею до своими желаниями поддаваясь им другими словами бог все даяние его все что если доброе ты получаешь это от бога хочешь так говори и мысли а почему да потому что всякое даяние доктор бог есть любовь наш поэтому всякое делать него благое поэтому все что благое все от бога все что зло это не от бога ты сам там накосячил вот а злу подвергается их сам от себя отсущи в нем зла от похоти и нечувствия ну все то же самое что мы с вами его как учитали просто перемены мест слов предложений ну вот это я очень любил я антония всегда цитировал это тоже фразу особенно в моих первых роликах конечно я некоторые вещи потом оставлял ты очень часто тиру что что-то читаешь и так всегда было вот поэтому но я многие вещи кто-то услышит знакомые слове сам здесь когда я отстил бог блах а человек зол я пожить бог блах а человек зол ну здесь целью читать над правильно бог блах неважно перевели до нас зашли а человек может быть зол да вы же видите уже сколько с вами антон великого почитали то есть естественно то не велик всегда говорит что человек свободен сотворен свободу но по сути сотворен слова как вся детская 5 просто свободно потому что бог свободен моего сущность это бытие она не может быть другим если даже ты отрекаешься якобы от своей свободы я там ничего не знаю выбрать ничего не могу да я вот такой вот тут и отрекся просто от права выбора но ты видишь оказался свободным от него отречься значит все равно твой выбор там отстаньте от меня я ничего не могу ничего не знаю ничего не хочу да бог блаха человек может быть зол если выберет зло да на небе нет зла а на земле нет истинного блага но умный человек избирает лучше познает бога всяческих благодарит и воспевает его телом же своим гнушается прежде смерти и злыми его чувствованием ну то есть имеется да не просто желанием там чего-то даже удовольствие а подвиняется злым желанием да не позволяет приходить в исполнение зная их пагубность и злое действие душа не имеющего благого ума и доброй жизни слепа не знает и не славит бога творца и благодетеля всех тварей и войти в наслаждение его нетленным и вечными благами не может всегда антоний говорит о доброй жизни об умном человеке он говорит он здесь я по-моему это не встретим уж не совсем относилась вообще я рекомендую хоть раз жизни прочитать вот те же само наставление антони великого я думаю что вы ничего не потеряете скорее приобретете у меня их получается как таковых записи нету даже подкастов озвучки есть достаточно достойные чтения такие хорошим голосом я самых много слушал раз все это можно найти на всяких там ортодоксальных сайтах вот антони велик наставления добрые добрый она она нравственности и доброй жизни а доброй нравственности святой жизни да ну ладно еще раз душа не имеющий благого ума и доброй жизни слепа ну все все опять согласуется с аквам да ну иисус говорил если ока ваше грязно или темно да то какова внутренности ваша яков мы с вами уже тоже в очередной вспоминали что антоний всех перебрал ян богослов помните да что бог есть свет нет никакой тьмы если же ты говоришь я света ненавидишь брат своего ты 8 во сне ослеп и не знаешь куда идешь помните да тогда я целиком это не цитирование здесь уж послание но вы знаете я что мог тогда поднапомнил все таки да все опять все то же самое естественно человек без доброй жизни без добрый заметьте вот послушайте антония великого то что я вам читаю кто-то вот особенность протестантов да и про и артодок ортодоксы ничего не говорит о вере это хоть и вырванные какие-то относящиеся конечно до бога любви конечно он говорит о вере я почему говорю в правильном тоже смысле как я всегда кру это вера вера в любовь это вера в исторического иисуса конечно безусловно это видение его подвига и как из и она говорит что так как мы увидели это я и поверил в любовь он меня убедил да что он бог и что он любовь всей своей жизнью каким чудеса творил одним словом воскрешал там четверо дневные разложившийся труп лазаря до в человека то есть он не убедил что он бог это что он делал он убедил мне что он любовь а значит бог есть любовь а если бог есть любовь а я его образоподобие то я должен должен быть любовью и это должен слова хоть она мне нужно я должен сам себе потому что я стану счастливее вот но и там хоть и говорит о вере вот в этого все до что в эту в правильную веру как в первоисточник в учении в информацию которая помните я вам все рассказал вся теория практикой потом это твоим существом становится когда ты это реализовываешь антони великий только в этом контесте говорит он что а папа павла павла не читал он все как вы видите говорит папа по апостолам по по евангельски да вот он никогда не говорит ничего вообще спасение по вере вообще ничего это вот не хочет что протестанты задумались православные эти которые вечно там крокодили слезы под полотенчиком у попика льют только добрая ли злая жизнь от этого зависит ваша и нынешняя жизнь ее счастье благо бытия и будущее вечное что сегодня что завтра не имеет значение в этом мире следующем душ то что бог творит как благой для человека творит а что человек делает то делает сам для себя как доброе так и злое это еще раз 121 этот пункта из этих наставлений но он просто другими фразами другими да и другой интерпретации другим оборотами переменными слов говорят то же самое что мы с вами прочитали в письмах еще раз во первых что бог творит как благой до для человека творит и что и уакова сказано тут еще раз в жизни должны понять простую вещь что все что добрая это от бога и раз это от бога той добрые тут замкнутый круг да потому что что бог творит как благ Ой для человека творит только доброе а что человек делает то делает сам для себя как доброе так и зло конечно тут мысли с одной стороны немножко глубже чем в письме что мы прочитали что ну во-первых опять та же самая мысль что мы конечно своим злом или добром а что человек делает то делает сам для себя как добрый так худой это то же самое что он сказал что более там развернутым что наши грехи никак не умаляет божьего блаженства а наоборот это просто это нас делает несчастным как и добродетели и тому антонии за неважно и проглоченных хоть получается мысли как такое бывает там и про добродетельно был то же самое написать из что-то писал или дописал и как я сейчас договариваю как и добродетели они делают бога более счастливым но не делаю счастливыми самого человека вот здесь то же самое это очень важно вот чтобы не быть тебе в недоумении относительно благоденствие злых людей знает это вот тоже сейчас очень важный вопрос мы с вами рассмотрим который конечно не раз свободе слова поднимал знает что чтобы тебе давать еще раз суть вопроса подразумеваемого вопроса что сразу ответ идет да откуда вот злые ну я в прошлом видео тоже говорил об этих искушениях об этих испытаниях веры твоей жизни что где-то вдруг зло относить тебя применяется неважно я врагом народа объявили врагом и в тюрьму отправили или отравили убили тебя врагом церкви объявили сожгли на костре тебя врагом государства объявили и расстреляли у стенки до за донос это не суть важно не важно что с того происходит мы с вами об этом говорили что твое дело по своей свободе выбора для себя будет благом выбрать тебе что ответную любовь даже на злок тебе проявляем а откуда же это злодей этого все четко он рассказал что злодей то он вот как мы с вами все считаем сейчас понтонию это они по собственной похоти зло творят не должен бог им говорит да расстреляйте их пусть они там мученический венец примут как и еретики в кавычках и веры которые всю жизнь и все как и все пророки потом христа убили как он говорил и потом вас будет убивать вы будете обличать все эти религиозные культы вот тут не знаете что бог этим людям это внушает надоумевает да хотя чтобы кто-то там кого-то убил нет каждый по собственной похоти и вот здесь антоний великий только немножко другом тоже мысль ну а это да чтобы не быть тем неудобными относительно благоденствия злых людей почему вот там христа убивали они все хорошо руки ноги как и всем раз говорю что да они пришли домой жены дети жену обняли детей поцеловали поели выпили покурили с друзьями в домино поиграли как с этим быть то откуда это антоник говорит знает что как города содержит палачей не потому чтобы одобряли хвалили или их то есть даже то что в городах есть палачи так называемый это не потому что их одобряют хвалят это их злейшее произволение до желание убивать но для того чтобы посредством их наказывать достойных того так так и бог попускает злым преобладать в житейском для того чтобы через них бог попускает заметьте никого он не искушает он не говорит никому убей его а я ему венец там дам мученицки нет и тебе потом заодно ты же хороший отдел сделал мою волю исполнил не бог попускает злым преобладать в житейском я вам говорил да что мы здесь оставленные просто в хаосе этой адской школы жизни познания всех ужасов зла и всех радости добра чтобы самопроизвольно как антоний употребляет и словно по крайней мере его переводчики до определяться между добром и злом так вот бог попускает злым преобладать в житейском для того чтобы через них наказывать нечестивых после же их самих этих палачей придаст он суду это опять детский язык бог кого там суду да они просто вкусит все по делам свои то есть также на них потом те кто в крас в красном терроре в ссср и в советские времена расстреливать других потом самих расстреливали иисус прямо сказал как с мечом придешь от меча и погибнешь до что они не богу служа любовью это же я добавляют слово но там в этом смысле да а своей собственной злобе раболепно удовлетворяя причиняли людям злым а нет это помню я уж не помнит я дописывал или нет обычно я серым шрифтом пишу на продает копировал со своих старых сайтов может быть там причиняли людям зло как нечестивым так и праведным я учет не помню это я добавлял все в кавычках или это в скобочках или все это было не помню уже честно вам скажу вы можете все это в оригинале прочесть но плюс-минус смысл понятен да то есть еще раз я эту эту мысль пережевываем да то что у нас есть злодеи да все все равно вкусит всю свою злобу это очень важно и что это не потому что бог им до приказы они сами оказывается рыбали свои злобе раболепно удовлетворяет они жажда вы знаете в палачи даже так скажем никто нормальный человек не пойдет это садисты идет туда его все устраивает возьмите про живот и скотобойня всех варю кто там может может нормальный здравый человек на скотобой не работает нет как труп ажор их оправдывать но кто-то же должен делать наоборот вот им честь и хвала ей такой бредятин слушал слышала даже близких людей но труп ажоров близких так называемых от родственников не ну ну да он просто сам садист вот и все и он получит по делам своим точно так же а идет он туда удовлетворяясь своей злобной похоти вот и все но раболепно потому что мы все либо рабы как я уже говорил вы сами знаете либо раб любви что меня хоть заставляя этого не сделаю что раб греха наоборот да не заставлять не надо я наоборот это сам делаю да то же уже раб этого зла в раб не то что теряю здесь слов свобода то что я просто ну короче вы поняли да как я говорю какая-то не объяснить почему я могу но не делаю так он может конечно и делать но он делает такая же антиномия как и наоборот вот что я свободен делает зло но не делаю так и он остается свободным делать добро но не делай и делает зла наоборот на делает сказать что он раб ну да но только он раб добровольный тот точно так же как то становится добровольным рабом любви рабом истины рабом добра этот добровольно становится рабом зла человек будучи зол и непройден почему я и там добавила может убивать я почему помните чего Антония добавил, что Бог блах, а человек может быть зол. Здесь вот слово «может» стоит. Я вам позволяю себе где-то добавлять, комментировать, потому что просто знаком с жизнью и учением Антония. Человек, будучи зол и неправден, может убивать. Бог же непрестанно дарует жизнь и недостойным. Будучи независлив, ко всем щедр и блах по естеству, по природе своей, восхотел он, чтобы мир был, и он стал быть, и продолжает быть для человека и его спасения. Очень важная мысль. Согласуется она с истиной, с Новым Заветом, с Евангелием, с апостолами. Я очень часто тоже это произносил, помню еще при первых проповедях. Тогда я все это особо, у меня оно у меня крутилось. Отчего-то, конечно, я отставал. Но в старых проповедях вы много найдете, где я. Я языком Антониева речей выражаюсь. Я все, что доброе у них было, все брал. Очень важная мысль, это вот к этому патриотизму, убийствам врагов народа, родины или государства. Человек, будучи зол и неправден, может убивать. Бог же непрестанно дарует только жизнь. И недостойным. Ну, какое место из Евангелия нам приходит на память? Ну, только одно. Любите врагов ваших, а я говорю вам. Благословляйте, благотворите, молитесь. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Ибо Он подает дары Своей благие, дар совершенные, деяния добрые. Вы видите, я тут все в кучу собираю. Якова. Кому? И добрым, и злым. И праведным, и грешным. И так будьте совершенны, как совершенны Отец ваш в Небесе. Ну, что Антонио то же самое говорит. Когда поэтому все эти, знаете, призывающие, оправдывающие убийства на войне врагов народа, государства или церкви еретиков сжигать на костре. Все это, конечно же, не от Бога. Действительно, Бог есть только начальник жизни. А все, что здесь в мире, он говорит, мир захотел, он стал и есть и продолжает быть для человека и спасения его. Это то, о чем я вам говорил, что даже если вас убивают, о чем говорил Иисус, да, кто вас любит и эту жизнь ради жизни будущей. Да, все это лишь экзамен, чтобы нам сам определиться. Вот и все. Поэтому ты ни у кого никакой жизни, даже с тебя пришли тут имущества. У тебя нет здесь никакого отечества, дома или земли, вещей твоих, имущества. Даже это все, гнилье, все это рухлядь, ветхая одежда, дом ветхий, как апостол Павел говорил. Все это рубище на нас. Все это, вон, плоть стареющая, болеющая вся, да. Это очень важно. Поэтому все это дано для человека и, ну, здесь слово спасение, Антоний, я вам за него говорю, знаю его творение, вы это уже потихоньку, может кто и не разу начал сам видеть, он признает святости его. Спасение не подразумевает это протестантское лжевое учение, да, когда жил Антоний, как я вам сказал, на рубеже второго-третьих веков, да, никакого учения о спасении в протестантском, в протестантском варианте и близко не было, да. О святости его. Созерцай Бога умом своим, он зрит умно и вечно и благо, даруемый Богом душе. Слушайте, тут мне даже прибавить нечего, кто от меня, моя речь слышит, ну, вот, живая калька, да, здесь все собрано, здесь и Евангелие, да, Иисус говорил, кто возлюбит эту душу, даже тело свое, да, кто эту жизнь, ну, там под жизнью подразумевается тело. Вы помните, Иисус говорит, в контесте гонений, когда там все это Петр там спрашивает Петра, за кого люди меня почитают, вы помните эти места из Евангелия. Да, Иисус им отвечает Петр, что жизнь-то это, богоуподобление будет в жертвенной любви, Петр противится, он говорит, отойдет от меня сатана и рассказывает, кто хочет следовать за мной, отвернись в себя, возьми крест, следуй за мной. Кто у вас любит свою, там, ну, так скажем, там, жизнь, правильный перевод, жизнь в теле, да, тот потеряет ее в будущем, свою душу, да, кто у вас любит жизнь в теле, да, вот эту телесную жизнь, все тут побрякушки эти, вот, которые нам кажутся важными, нет, очень важно, вот, то есть здесь все, ну, тут то же самое, почему даже вы заметьте, предыдущее очень похоже, потому что вы видите, кто на экране следит, какие-то у меня подряд идут, какие-то прерываются, вот, 123-й, 124-й, 125-й, поэтому все об одном, и кто-то поделил эти наставления, я говорю, как они на самом деле там извлекались тем же самым Антонием Великом, мы знать не знаем, поэтому он только что сказал, что все, что для человека, да, то есть сейчас мы говорим о пути спасения, вы помните, что Якову мы читали то же самое, что, да, все эти скорби, которые надвигаются, все это, что для школы жизни, мы с вами в прошлом ролике, я уж не буду повторять все, с вами почитали, да, что все это не отвергай, когда нужно, принимай, вот, здесь все то же самое, я еще раз, что у меня жирным шлифтом из 124-х пункта для вас зачту. Такой душу понимает, как следует, именно, что она душа, божественная и бессмертная, ничего с тобой не будет, и будучи вдуновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения. Огненного испытания, не чуждайтесь, да, я говорю, для испытания и восхождения, восхождения к богоподобию. Здесь хоть и немного, и опять другими словами, опять скажу, что слова богоподобия, какие я все время, да, по списочку начнем, Бог, истина, любовь, добро, святость, совершенство, зрелость, богоподобие, полнота, что еще там, совершеннолетие, вот, это все слова одного порядка. Это истинное учение бога, это истина, стать совершенным, как бог. Бог, это реально возможно в этой жизни. Это никому не причиняйте зла, сознательно, неправедного зла. Под праведным злом я понимаю со стороны грешников, когда они, ой, да что ты меня вот тут обличаешь, да, зло мне, больно мне делаешь. Рассказываешь, какой я убийца животных убиваю, или там людей на войне в Украине. Я же такой добряк, я же душу свою полагаю, я пытаюсь, правда, другие души положить, просто вдруг у меня не получается, я придет свою. Кто-то не положит, а за меня положит эту жизнь, да, мою. Я не сам, я полагаю, а за меня полагают мою душу, помогают мне положить мою душу. Это вообще такой бред, когда все это притягивают, вот это очень важно, да. Поэтому достигнуть совершенства этой жизни абсолютно несложно, это реально. Иначе весь поступок Иисуса абсолютно бессмысленный, кроме той болеводской протестантщины, в которой сказано, что Иисус взял мои грехи, тогда все, конечно, у них схромненько складывается, можно ничего не делать, все хорошо. По 90% Евангелия просто выкинуть на помойку, где Иисус говорил, что всякий слушающий и не исполняющий слово подобен человеку безумному. Весь его дом на песхе, и он просто рухнет в свое время. О том, что путь узок, врата узкий и путь тернистый, да, это все тогда не Иисус говорил. О том, что каждый будет судиться по делам в том же месте, я хоть и оборвал свою речь, когда он говорил, что да, всякий, кто ради меня Евангелия не потрудится, тот что? Потому что придусь с толпой у святых ангелов и воздам каждому по делам его. Не по вере, по делам. Вот так вот. Поэтому вся эта наша жизнь, она лишь школа для богоподобления, уподобления, для святости, для полноты любви. Бог, будучи благ и независлив, щедродателен, дал человеку свободу в отношении к добру и злу, одарив его разуму, способностью размышления, чтобы созерцая мир, и что в мире, познавал он сотворившего всяческое для человека. Но человек неправедный может желать и не разуметь этого, может и к своему несчастью не веровать и мыслить противно истине. Такую имеет человек свободу в отношении к добру и злу. Об этом я говорю тоже постоянно, что даже ваша... Это настолько полнота свободы, что вы можете отречься даже от свободы якобы. Я ничего, я раб, я ничего не знаю. Я не свободен, нет, я грешник. Ты уже отрек... Это твой выбор. Это и есть твоя свобода. Отречься даже от свободы. Не, я не избираю. За меня там избрали. Я просто молчаливый раб на работе, там, да, в псевдохристианской секте, там где-нибудь, еще где-нибудь. Ну, там сказали, я делаю. Я... Нет, я... Ты отрекся. Это ты отрекся. Ответственность на тебе, да. Все сделали, все побежали, я побежал. Это твой выбор. Это твой выбор. Свободно, неразуметь или нежелать, как Антоний говорит, к своему несчастью, не веровать и не мыслить, не веровать истине и мыслить противно истине. Это твой выбор. На земле положено рождение и смерть, а на небе полнота всего и неизменность. Все же сотворено для человека и спасение его. В принципе, еще раз мысль повторяется. По поводу в полноте, это все то же самое, с которым я говорю, что это тоже не потому, что там вдруг станет что-то неизменным. Ты достиг этого неизменения. Бог благ и неизменен. То, что Антоний говорит, говорит в том же самом контексте, в каком я вам все время говорю. Да, он как бы неизменен. Да, и ты туда на небо, когда в царство небес пойдешь, если ты здесь достигнешь этого, там будет неизменность, потому что вы там все неизменяемые. Потому что тебя хоть к стенке припри, что здесь с тобой, может быть, делали, ты остался стоять в любви. Вот и все. Ты стал неизменным. Ты остался свободен, да, но ты эту свободу всегда определяешь на добро. И тебя хоть сколько, да, припирай, ты всегда будешь стоять на своем. Не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, землю и стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение. Ну, это то, о чем я тоже все время говорю. Это вот лживое тоже учение всех до христианства. Я его от многих проповедей слышу, что якобы удовольствие это грех или еще что-то. Бог не отменял радости на земле даже после грехопадения. Все, что даяние добрые, дар совершенный, все, что вы, любое, у меня есть отдельная страница, отдельные плейлисты, естественно, там куча роликов о грехе, добре и зле. Я об этом часто говорю, вы знаете, иначе как без этого. У греха есть простое определение. Это получение удовольствия, да, сознательное, вот как здесь, самовольное, как Антоний выражается, само, как было слово у него тут, самопроизвольное, я же забыл, самовластное, самовластное, ваш выбор, да. Да, получение удовольствия, что за счет чьих-то страданий, если кто-то страдает из-за того, что вы получаете удовольствие. Да, если вы вдруг решили мясца покушанную, при этом надо убить животное. Если вы вдруг решили, что, да, полежать ножки задрав, но при этом на вас кто-то пашет, да. Или вы решили там с чьей-то земли прибыль получать, при этом захватив ее и убив его. Получение удовольствия за счет кого-то, да, на чем-то харбу, это и есть грех. Просто получение удовольствия, смущаться от того, что я кушаю и испытываю вкусовые радости, ни капельки не стоит. Смущаться от того, что вы где-то поселились, пусть даже в самом обычном месте, на земле, в принципе, не бывает необычных мест. Есть обычных мест, все уникально, прекрасно. И вы просто, выходя во двор, радуетесь там цветочку, речке и морю голубому, кто где там живет, это и не грех. Да, если вы слушаете музыку, любую, получаете от нее удовольствие, вот это и не абсолютно не грех, да. Так что вот так вот, если вы с кем-то в сексуальных удовольствиях получаете, в сексуальных этих отношениях получаете удовольствие, это какая-то радость, что это вообще есть у некоторых. И такой возможности нет, в том плане, там не всегда получается физически получать или еще что-то. Вот, это не грех. Бог секс не для рождения детей только придумал. Он бы не придумал с получением удовольствия, с процессом, что это доставляет человеку удовольствие, если бы это было не для этого придумано. Отговорки, что тогда бы никто не рожали, не зачинали детей, да нет, как раз тогда бы это было не как у нас, по залету, как говорят. Тогда бы действительно зачатие детей было абсолютно бы, если бы, ну вы поняли, короче, секс и зачатие, если бы зачатие можно было, не знаю, ну пальцем в плечо потыкать, да, то оно бы как раз было уж точно спланированным. Да, а у нас план детей рожденных, не плод любви, это явно, а плод похоти, вот именно. Похоти в каком смысле слова, да, вот именно, захотелось, ну тогда контролируй себя, да, Бог так все это сделал, продумал, интересно, чтобы мы кое-чему научились в этой жизни. Вот, но дети, продолжение рода, это тоже счастье, да, насколько все это нас умиляет, и нам в любом случае всем нужно познать, хоть в какой-то жизни там суть родительства, чтобы побыть в роли Бога, да, когда тебе отвергают или наоборот благодарят, как дети там все это, да, и радость просто самого, насколько мы умилительно смотрим на детей, на животных, да, насколько они нас, насколько радость доставляют, что действительно человеческие, дитё человеческое, это очень важно понимать, да, вот, поэтому если бы, да, это все, все время, знаете, из Бога делать какого-то хитрица, лжеца, лукавца такого, да, он вот сделал, нет, Бог никакого зла не желал человеку, вот и все, поэтому и не доставлял, и в плоти человеческой нет никаких, вот этих, я говорю, Бог как бы, да, сделал такое неудержимое удовольствие, но якобы секс это только для детей, все, нет, это бред, ну, для рождения детей, не такой резервный детей, вы поняли, да, вот, так что, конечно же, бредятина. Антоний об этом очень хорошо пишет, смертное подчинено, ой, где-то там, не нуждающийся ни в каких благах, Бог для человека устроил небо, землю, стихии, ну, а по сути, все у нас из материи, из этого все остальное, да, Антоний говорил на своем языке, тогда еще не, наук, наверное, не доросла до такого, как атомы, там, не знаю, не суть важна, да, доставляя ему через них всякое наслаждение благами. Смертное подчинено бессмертному и служит ему, то есть стихии, человеку, по человеколюбии и существенной благости создателя Бога. Ну, это я не помню, ну, тут опять все время просто, я когда собирал это, ну, по сути, о том, что Бог есть любовь, да, это, ну, ладно, что тема тоже коснемся кратенько, что, ну, все опять, опять то же самое, что Бог зла не творит, Бог благ и только благое творит. Сейчас мы прям такими фразами и будем читать, мне это Антоний тоже когда-то к языку прилипло, Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит. Мы сейчас будем читать, я уже, получается, забегаю. Так что, в принципе, давайте такой плавный переход, останавливаться тогда на 138-м пухте не будем. Мы с вами, в принципе, дошли, хотя, конечно, времени уже час пятнадцать, ну, нормально, полтора часа для меня это получится ролик. Мы с вами заканчиваем последний, ну, там, 154-й пункт уже, так как, про этот, просто цитату, да. Очень самый любимый мой, самый такой важный, ну, по крайней мере, по человеческому делению, тут это 150-й пункт, я всем рекомендую его, может быть, после, он у вас на экране, целиком поместился, никуда можете не обращаться, еще раз почитать, вот, действительно, насколько все это глубоко, все это согласуется абсолютно с истиной, с Евангелием, с Новым Заветом, с учением и жизни Иисуса Христа, с апостолами, да. Просто вслушайтесь, как, во-первых, тут глубина мысли, которую мы сейчас раскроем, ну, даже как звучит красиво. Такое, знаете, у апостола Павла всем известное, у всех свое, да, Иоанн Богослов, это Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, самые такие известные, прилипшие к нему цитаты, да, Иаков, ну, по крайней мере, для меня, каждый, конечно, там что-то свое найдет, Иаков, это действительно Бог, никто не говорит, Бог меня искушает, да, ибо Бог сам не искушается, и никого не искушает злом, но каждый искушается, обращаясь собственной похотью, да, тоже. И вот у Антония, конечно же, вот этого, у апостола Павла, 13 глава, кто знает, послание, первое послание к Коринфянам, гимн любви, так называемый, всем известный, да, любовь, не возносится, не превозносится, не гордится, не ищет ни своего, всему верится, надеется, обо всем печется, да, вот действительно у Антония Великого, я вам сразу скажу, что вот этот вот 150-й пункт, наставление о доброй нравственности и святой жизни, это вот его ким, я вам хочу его зачитать. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. И если кто, признавая благословным, ну, благим, добрым словом, что это правильно, да, если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, у Иакова мы с вами читали, у Антони, у Иоанна читали, Бог есть свет, нет никакой тьмы, в Боге нет ни тени перемены, ни капли изменения, по Иакову, да, если кто это признает, помню, там я всегда говорю, что человечество просто это не признает, ну, вот не хочет она принять, что Бог есть абсолютная любовь. Но для тех, кто, признавая благословным и истинным, что Бог есть свет и нет никакой тьмы, что он не искушается злом и сам не искушает никого, а каждый обольщается собственной похотью, собственным злом, поддававшись ему, что нет в нем ни капли перемены и тени изменения, нет изменений, ни капли и тени перемены, да, что Бог благ, бесстрастен и неизменен, недоумевает однако же, как Он, Бог, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, являются милостивым к ним, то на это надо бы насказать. Да, вот это тоже вечный вопрос. Это вот религиозникам надо себе как тоже иконку сделать и раз в день перечитывать. Это к вопросу об ихнем этом покаянии, исповедании грехов своих и вообще этой жизни так называемой религиозной. Бог не радуется и не гневается. Попам надо почитать это, а то они там своих проповедью Бог накажут. Гнев Божий, вы знаете, что это такое? Ибо радость и гнев с устрасти. Здесь, конечно же, Антоний Велик, как мы с вами видим, он не о том, что Бог благ, слово благ означает счастлив. Счастье невозможно без испытания удовольствия. Бог, конечно же, испытывает удовольствие. Мы с вами. Познать Бога легко, надо посмотреть на себя. А это себя, это Иисус. Конечно же, он испытывал удовольствие. Он страдал точно так же, страсти Христовы. Здесь, конечно же, это подразумевает не зря суть страсти. Надо понимать, в каком контесте, говорит Антоний, что действительно он... Это объяснить можно, сейчас на словах я пытаюсь, но это надо пережить. Это то же самое, когда ты этого достигаешь. Я, как достигший вам, пытаюсь тоже своим словами передать. Конечно же, в мире много зла. Я вижу, я тоже страдаю. Но в оконцовке ты не страдаешь от этого только в том плане, потому что ты знаешь, что все когда-нибудь закончится. Что когда-нибудь весь мир придет покаяние. Несмотря на то, что ты понимаешь, что куча зла, ты не страдаешь. И несмотря на то, что, как я говорю, ты сорадуешься всему радости. Ну да, ты сорадуешься, что... Это к тому, что я вам рассказывал, что, конечно, кто-то кому-то добро сделал. Ты как бы сорадуешься. И тому, кто его сделал, он тоже счастье испытал. Тому, естественно, кому сделает добро. Но ты сам его не испытываешь. Ты сам, ты как бы... Ну понятно, да, в чем... Тут в этом только смысл. Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, что божеству... Нелепо, глупо, неразумно, невысоко. Думать, что божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Ну вот эта фраза тоже, которую я не раз употреблял. Вредить же никому не вредит. Здесь еще раз только Иакова можно цитировать уже в который раз. Только за сегодняшний ролик я уже, наверное, не буду. Что это все... Другими словами, все то же самое, что Иаков сказал. Бог не искушается злом, не искушает никого. Вредить никому не вредит. Все, всякое благание, деяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, в котором нет изменений, тени перемены. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит. Прибывая всегда одинаковым. То есть каким благим? Любовь, доброта. А мы, когда бываем добры... И тут уже Иоанн Богослов подключается. Богослов, пребывающий в любви, пребывает в Боге. И Бог в нем. Не любящий не познал Бога. Прибывать, познать Бога, быть Богом можно только богоподобным, как сегодня у Антонио читали. Можно быть только одной святостью, добротой жизни. А мы, так как же, что же к покаянию такое? Что же эти все молитвы там у религиозников? А мы, когда бываем добры, то вступаем в сообщение с Богом, по сходству с Ним. Потому что мы точно такие же. Мы Его познали, мы стали как Он. А когда становимся злыми, то отдаляемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем божьими. А делаясь злыми, становимся отверженными от Него. Не Он нас отвергает, мы. Мы себя отодвигаем от Бога. Мы перестаем быть богами. Мы отвергаем себя от Бога. Мы Его из своего сердца. Я, когда кому интересно, кто может случайно на этот ролик попадет. Посмотрите, как... Почитайте со мной Ветхий Завет. Я его всегда говорю, там вначале я даю предисловия, принципы чтения Ветхого Завета. Там все надо прямо наоборот читать. Где все зло приписывают Богу, все надо читать прямо наоборот. Бог изгнал Адама из Ева, из рая. Это не Бог изгнал, а люди изгнали. Человек, Адам с Евой, изгнали Бога из своего сердца. Это очень важно понимать. Все там это наоборот читается. Бог блах и неизменен. Всякое доение доброе от Бога исходит, от Отца Света. А что... А это не... А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Но то, что грехи наши... Не Он на нас гнев. Бог хочет быть с тобой. Только как Павел говорил и давал очень хороший земной образ, что солома к огню не приможет приблизиться. Да, золото еще лучше в огне очистится и станет сиять. Да, солома не может. Она тут же сгорит. Да, поэтому это не то, что Бог там от себя отдаляет. Да, ты грешник, Бог говорит, отойди от меня. Нет, ты сам от Него отошел. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяет. Ну, просто Иоанн Богослов, просто другими словами и образами. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любящий знает Бога, нелюбящий не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я вам дословно все цитирую, потому что, вы знаете, я все эти места наизусть знаю. Не уча их, а просто потому, что они стали сутью моей жизни и моим существом. Если потом... Тут уже об исповеди, да? Хочется ли, чтобы религиозники внимательно этому вняли. Если потом, молитвами и благотворениями, добрыми делами, снискиваем мы разрешение во грехах, ну, слово снискиваем какое-то древнее, не очень... Получаем мы разрешение во грехах, отпущение грехов, как есть по-религиозному, да? То это не то значит, что Бога мы ублажили и его переменили. Да, то он был плохой, он говорит, а ты грешник, я к тебе не пойду в дом. Нет. Но что посредственно таких действий, когда мы покаялись, я вам Евангелие цитирую, как всегда, видите, чтобы показать, что Антоний ни капельки не отходит в этом плане от истины, всегда напоминаю слова Иисуса, еще его предтечи, покаяться и сотворить плоды достойные покаяния, ибо всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Но то, что посредственно таких действий и обращения нашего к Богу, нашего, не он от нас отвернулся, а мы от него, уврачевав, сущее в нас зло, уврачевав, истребив, выкинув, изгладив его и насадив туда, как Иисус говорил по притче, если в дом, из которого бес был выгнан, не запустить ангелов, то он придет еще с худшими, с семью худшими бесами. Уврачевав, сущее в нас зло, ну, я добавляю то, что он только что сказал строкой выше, благотворениями, почему я говорю заменив благотворениями, то есть я ничего не добавляю, Антоний сам в этом сказал. Да, опять соделываемся мы, то есть зло поменяли на добро, соделываемся мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать, такой перевод, так что, то есть сказать, Бог отвращается от злых, или другими словами, скажу, что Бог не есть любовь, кого-то там грешников не любит или еще что-то, да. Бог всегда светит вопрос от этого солнца, мы отворачиваемся или поворачиваемся. Так что сказать, что Бог отвращается от злых, или сказать, что он не любовь, есть то же самое, что сказать, что солнце скрывается от лишенных зрения. От кого солнце скрывается? Ну, гениальный тоже гимн, гимн я бы назвал гимном Антонио Великого. Действительно, вот это вот, такая его оконцовка. Ну, есть еще 154-й, он просто идет по пунктам, я бы его вперед, чтобы заканчивать. Я помню сам, я это тоже не раз перечитывал в своей жизни, все читал. Ну, фраза тоже красивая. «Ум, находящийся в чистой и боголюбивой душе, истинно зрит Бога, нерожденного, невидимого, не изглаголного, единого, чистого, для чистых сердец». Тоже красиво. То есть, ум находится в какой? В чистой. В чистые сердца. Ну, и душа, сердце, кто знает, это одно и то же понятие, да. Тут просто фраза красивая, но она под итог всего, да. «Тот и зрит Бога, тот познал Бога, у кого чистый для единого истинного, для чистых сердец». В принципе, Антонио тоже вспоминает об этой заповеди Иисуса. Но он сказал, что это такое. Это вот это его, так скажем, наставление, или цитата, или фраза. Это что? Заповедь блаженства, ну, или интерпретация этого цитата Иисуса, да. «Блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят». Ну, естественно, чистота сердца – это подразумевается святая жизнь. Иисус об этом прямо говорит, да. Поэтому здесь то же самое. «Ум, находящийся в чистой, боголюбивой душе, истинно зрит Бога, нерожденного, невидимого, неизглагованного, единого, чистого, для чистых сердец». Но это красивые словеса. А вот 150-й пункт из этих наставлений, действительно, такое прекрасное завершение этого видео, его всех наставлений. По-моему, ну да, я говорю, видите, оно не последнее, там у него, по-моему, даже их 170, что ли. Я уже забыл, я уже очень давно все это не читаю. Так у меня все это остались, материалы, видите, я даже решил к ним обратиться. Я надеюсь, что вы извлекли для себя пользу. Ну, рекомендую вам во второй раз уже, если есть желание, эти наставления. Потому что там, это только я о Боге любви же такую симфонию сделала. У него там очень хорошие мысли, очень евангельские. Там вреда, вы, вот честно, знаете, мало кого я, кто знает из ортодоксии, да и по сути, я никогда никого не рекомендую. Антоний Великий, это один из тех, кого, я говорю, я сам зачитывался, я его, так скажем, в уме своем причислял. Ну, действительно, к лику святых, как это говорят, к апостолам. И его, и жизнь, и учение я всегда перечитывал с радостью. Там зацепиться, ну, совсем немного, за что есть, непонятно, там ему и приписали, как он. И то, если правильно все понимать, как мне хочется, думать, что я так думал, хотя слова не совсем, может быть, правильно передают смысл. Но это совсем немного. Вот, и поэтому, особенно вот эти наставления, да и письма к монахам, я рекомендую. Как видите, они достаточно короткие. Это же я, как всегда, читаю ролик на полтора часа. Вы за эти полтора часа эти наставления прочтете один раз в своей жизни. Вот, и все. Это очень хорошая, действительно, как говорят, духовная литература. По крайней мере, по версии вегана-христолюбца, моя рекомендация на ней стоит. Да, это действительно достойное чтиво. Об этом прочитать это стоит. Его житие написано Афанасием Великим, так называемым. Оно написано просто прекрасно. Насколько там все соответствует реальности, действительности, что там было приукрашено. Ну, во-первых, написано очень красиво и очень хорошо, очень славно. Очевидно, что Афанасием Великий обладал и литературным талантом. Можете прочитать и житие, оно тоже небольшое. Я считаю, что оно тоже очень глубокое, полезное, интересное. Ну, а наставления, вы сами видите, в принципе, я вас не то, что убеждаю, так, рекламирую, а лучше рекламу. Это уже было, мы с вами, в принципе, получается, часть их почитали, что я смог выбрать относительно этой темы. И все остальные, в принципе, около этого крутятся. Но там многие интересные вещи. И по бытию, и по природе, и по животным там всего хватает у него. Вот, я говорю, их немного, не больше 200 я точно помню. По-моему, цифра что-то у меня крутится, 178-179 такой. Я могу ошибиться, но плюс-минус это так. Вот, прочитав их глазами, можно, я говорю, думаю, что часа за полтора точно так же. Вот, так что это моя такая личная, частная рекомендация. Если есть желание, можете ей последовать. Все, из чего можете извлечь пользу, да. Я думаю, что лучше это почитать, чем какую-нибудь очередную бриятину по Ютубу посмотреть, да. Вот, можно послушать. Неудобно, нету времени, где-то едьте в машине. Всегда можно найти время, я это давно убедился. Тем более, в современном мире. Я говорю, есть достойные. Своего дать не могу. Вот, причем, чтобы без комментариев, письма и жития. Там же с моими комментариями, там достаточно много роликов. Это только кто прям совсем православный, может, попадет на этот ролик какой-нибудь. И когда-нибудь интересовался, хочет еще идти заинтересованностью и с моими, все это почитать, посмотреть, вот с такими комментариями, то, пожалуйста, на канале Христа Любиблии есть и житие, и письма к монахам. Ну, а кто просто хочет так, для себя, почитать чуть больше, чем Библия, свой кругозор расширить, я всем рекомендую. Ну, а конечная мысль, пребывающая в любви, пребывать в Боге. И надо понять, что Бог есть абсолютный свет и любовь. Это очень важно. И понять это не на словах, а, как мы видим, все время речь идет о делах. О делах, о доброй жизни. И доброй жизни, и в мире, лежащем возле, не забывайте, что это не... Не смущайте этих слов, это не жаполистово. Это не гладение, это не жалополистово грешников, это не гладение их по головке. Жаполистовым подразумевается какой-нибудь высокий грешник, типа Попика. Да, начальника, губернатора, там, да, неважно. А даже если это вам ровнее, так скажем, по социальному уровню, это не значит, что вы ему по головке гладите. Нет, это как раз обличение мира во зле. Этим занимались все пророки до Иисуса, пророки до Иисуса Христа, до Бога и любви явившегося в платье. Этим занимался Иисус Христос, да, этим занимались его первые прямые ученики, и этим занимались все последующие Дети Света, Дети Божьи. Вот, поэтому не надо думать. Я все это проходил. Если вы просто на той ступенечке еще недалекой, не переживайте, вы когда-нибудь до этого дорастете, потому что сила, это приобретается не сразу. Вы пройдете синдром грешника, да, я сам грешил, что же я тут буду обличать, мне будут тыкать, да ты сам-то вчера ли, вчера ли, третьего дня ли ты сам там, да, пожирал трюпятину, оплачивать убийство, может, сам не был. Не важно, кто ты был вчера, главное, кто ты сегодня. В чем застану, Господь сказал в Библии, да, есть такая фраза, очень хорошая, очень правильно, в том и сужу. Вот, поэтому главное, кто сегодня, и, конечно же, человеку силу дает слово именно его святая жизнь. Иисус прямо сказал, что от избытка сердца, ну, читай, как жизни, да, говорят устать человека, чем ты дольше будешь пребывать на правильном пути доброй жизни, христианской, христовой жизни, да, любвеобильной жизни, тем ты будешь больше утверждаться, тем больше громче и сильнее, возвышеннее твой голос будет тверже, непоколебимее, да. Конечно, ты будешь все больше и больше терять, да, потому что никому неудобна правда, никто ее не хочет принимать, но такова суть, такова расплата за Небесное Царство, за святость. Путь в Небесное Царство, он путь одиночки. Мы одни сюда приходим, одни уходим, да, мы сами в ответе за свою жизнь. Никто там за нас, ни мама, ни папа, ни жены, ни дети, ни они будут давать отчет за нас, и мы, как Адам с Евой друг на друга там уже не сможем тыкать. Ты получишь то, что ты заслужил, и ты, если получишь не то, на что ты рассчитывал, будешь кусать локти об этом Иисусу прямо говорил. Так что вот так вот, будьте готовы, что путь, ну, особенно кто читает Евангелие, удивительно, что мне надо об этом говорить, что путь Христов, это путь крестоношения, вплоть до распятия, да, этот путь входа в узкие врата, этот путь тернистый и тяжелый, да, с падениями, с прибиванием креста по голове тебе, да, это путь тяжелый, зато он, когда, Яков сказал, достигнете, готовится вам венец правды, да, кто в этих испытаниях, искушениях устоит, и все будет хорошо. Вот так вот, мои вам пожелания, достигнуть совершенства, полноты познания истины, Бога уподобления, святости, да, чтобы вы могли сами о себе засвидетельствовать, Я есть Он, Я есть Бог, Я есть Любовь, Жизнь и Свобода, Я обрел это, Я счастлив. Все видео, касающиеся, еще раз, до этого вопроса о Боге Любви, вы найдете на моем канале Христолюб, пробуйте у пищи в пустыне вегана, есть плейлист, так и назван, Бог есть Любовь, но попускает страдания, на земле там вечные муки, после и так далее, все там подобные вопросы, подобные ролики, кому они заходят, ложатся, что-то из себя извлекайте, пользу, радость, пожалуйста, смотрите, исследуйте и живите по истине. Кому нравятся ролики, приносят пользу и радость, не забывайте ставить лайки, это помогает продвижению видео, алгоритмами Ютуба, подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь эмоциями, я все читаю, на какие могу и считаю нужным, вопросы отвечаю. Все тексты, вообще мой авторский христианский сайт, вы можете найти по адресу chrystalub.ru, по-английски, ну или chrystalub.rf, по-русски набирайте, в поисковике вам его будет в выдаче.